Поношенные семьи надо тут же пересадить в чистые ульи. Вот семья, это журнал с поносом. Я ставлю ее сзади того, что она на колях. На ее место помещаю чистые ульи. Ульи перед тем как поставить сюда для пересадки, если вы ее продезинфицировали, то перед посадкой прогреть ее паяльной лампой. Или вот сейчас эти газовые есть с баллончиками. Китайские эти они хорошо тоже греют. Прогрейте дно и бока, чтобы не в холодные ульи пчел ставить, потому что в холодные на пол пчела упадет, она может потом не подняться даже на это. на рамке. Вот вы поставили чистые ульи и сразу же в эту семью ставите рамку с медом. Ее предварительно распечатываете. Срезки можете угощать кого-то или сами, или в воскотопку пойдут. Рамку с медом ставите, потом эти осматриваете, достаете рамку. На ней пчелы сидят, но есть капли поноса. Пчелы стряхиваешь в чистые ульи, рамку убираешь. Вторая рамка тоже, допустим, с медом. Меда в ней много, но на ней капли поноса. Их тоже стряхиваешь, рамку убираешь. Дошли до расплода. Эти рамки вместе с пчелами ставите с этой рамкой, с распечатанным медом, все рамки с расплодом. Дело в том, что расплод пчелы на той рамке имеет, они уже съели весь понос. То есть, когда там поносились пчелы, у них уборщиц нет, тряпок нет, и они вынуждены съедать его. Чтобы очистить ячейки, ведь в грязные ячейки матка не положит. Поэтому они все это уже вычистили, вылизали там, и поэтому фактически рамки с расплодом уже обеззаражены. Поэтому все рамки с расплодом переносите, ну если на них мед был, то есть учитывайте, вот ту рамку, которую вы дали, сколько в ней меда, на этих, чтобы в семье было не меньше 8 килограммов меда. Допустим, будет 3-4 килограмма, пчелы живы будут, раньше по инструкции так и было, мол пчеловод оставил обильные кормовые запасы, 4 килограмма. Это не обильные, это нищенские запасы, при 3-4 килограммов пчелы будут живы, но расти семья не будет, чтобы семья росла, нужен корм, из ничего-то не делается, из ничего не делается. Поэтому нужен обязательно мед. При малых кормовых запасах матка резко сокращает откладку яиц, и только вот когда 8 килограммов и больше в семье, то тогда матка полностью проявляет свои возможности. Ну вот мы наблюдали как, вот при малых запасах, смотришь, матка откладывает там 500-800 яиц в сутки, этой семье меда до 8 килограмм до больше, но яйценоскость у нее повышается 1200-1500 яиц. Как-то семья оценивает, да, объемки? Да, пчелы как-то это существует у них в экономии кормов. Вообще они лишние капли никогда не выкинуты, нет. Они даже если вот трутник, когда мы голову срезаем, то непросто они их выкинут на улице. Они из этих трутник все, что съедобное, все пригодное для еды, все это соберут, а уж шкурки там не нужно выкинуть на улице. А сколько меда нужно вот такого оставлять зимой на весенний корм, на улице в расчете, как говорите, в расчете, что они все сидят, 8 еще оставлять на улице в запасе запечатанного меда? Значит мы с медом с осени на осень, на зиму, на весну 30 килограмм, 28-30 килограмм. Это то, что там есть зима, они себе заготовили еще до 30 килограмм?